Итак, добрый день! Сегодня мы с вами работаем с остеклением. Рассмотрим все основные этапы создания остекления. Рассмотрим различия между витражом витрины и наружным остеклением. Научимся создавать витраж в стене, менять его форму. И поговорим еще о дополнительных возможностях, которые можно использовать для украшения вашего проекта, чтобы понравилось не только вам, но еще и заказчикам. И это было достаточно эффектно. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Лучше это сделать прямо сейчас, а то потом забудете. Кнопочка находится снизу. Так вот, что мне необходимо сделать? Для начала я покажу все этапы создания на примере чистого проекта. Сначала познакомимся с обычным остеклением, витражом витрины и наружным остеклением. Научимся встраивать их в стену, потом поговорим про импосты. Так называемые элементы каркаса для нашего витража. Так вот, я воспользуюсь функцией файл. Ну, файл даже не нужно нажимать. Создать. Создаю чистый проект. Я буду работать абсолютно в любом шаблоне. Мне лучше всего работать в стандартном архитектурном, тем том же самом шаблоне, с которым мы с вами чаще всего все уроки и проходим. Вы можете использовать любой шаблон, который вам необходим. Выбираю архитектурный шаблон. Ок. Что я сделаю? Я для начала создам три одинаковых по размеру стеклянной панели, по сути дела. Если рассматриваем это все грубо. Вкладка архитектура, стена архитектурная. Что я делаю? В выпадающей менюшке в панели свойств я выбираю. Витраж, витрина, либо наружное остекление. Коротко говоря, витраж, это элемент стекла без какой-либо схемы внутренней разрезки. Витрина, это элемент стекла уже со схемой разрезки и импостами. Наружное остекление, это элемент стекла с схемой разрезки, но без импостов. Создам витраж, самый банальный. Пускай он будет длиной 6 метров. Раз. Создам витрину. Шестиметровую. Два. И создам наружное остекление. Три. Рассмотрим принципиальные отличия. То, о чем я вам сказал. В трехмерном виде включу реалистичный вид. В первом случае, витраж, у меня не имеет никакой схемы разрезки стекла. Это просто чистая голая панель стекла. Второй случай, это первый с витраж. Второй это витрина. Со схемой разрезки и с импостами. Так называемыми прямоугольничками, вот этими. И третий вариант. Это наружное остекление, в котором присутствует только схема разрезки нашего стекла. Но нету импостов от слова совсем. Что я сделаю теперь? Посмотрим, что можно с этим сделать. Во-первых, во вкладке архитектура у меня есть возможность добавления импоста. Импост я могу добавить по линии сетки. То есть, от начала и до конца. По сегменту в разрезке. То есть, у одного какого-то сегмента. И все линии сетки. Я воспользуюсь все линии сетки. И добавлю импост. Стандартный импост, который предлагает мне программа. Выпадающие менюшки, их достаточно много. Прямоугольный на данный момент. Я увижу то, что у меня наружное остекление. Витраж. Выполнен просто из чистого стекла. И больше никаких элементов нет. Как создаются схемы разрезки? Во вкладке архитектура у меня есть возможность добавления схемы разрезки. Я навожу курсор на граничное значение моего остекления. В вертикальной либо горизонтальной плоскости. И я могу регулировать схему разрезки. Поставлю базовую. Нажму Escape. Подсвечу схему разрезки. И я могу поменять расстояние. Две 100 поставлю, чтобы на дальнейшем добавить туда дверь. Так вот. Для данного сегмента я уже могу поставить импост. Хорошо. Что я могу сделать еще? Я могу воспользоваться функцией схемы разрезки. Добавить горизонтальный. С тем шагом, который мне будет необходим. Причем, обратите внимание, при подсветке моего остекления у меня есть возможность удаления сегмента. Предположим, мне не нужно вот данный сегмент. Удалить сегмент. Удаляю сегмент разрезки моего стекла. Теперь у меня панелька верхняя разделена всего лишь на три грани, нижняя на три, верхняя на две грани. То есть я могу при подсветке удалить ненужные мне сегменты. Также и там, где у меня хранится импост, я могу удалить добавленный мой вручную и удалить сегмент для разрезки импоста. Ну, схема разрезки стекла. Окей. Что у нас еще есть? Дальше поработаем с витриной. При подсветке ее, в изменении типа, я могу настроить шаг для сетки разрезки. Чтобы сделать его красивым. Причем у меня есть компоновка. Фиксированное число, минимальное и максимальное значение и фиксированный интервал. Вы подбираете уже собственноручно для самого себя. Дальше. Вертикальные импосты, которыми добавляются. Вертикальные и горизонтальные импосты различаются. И тут я окошко отодвину, чтобы сразу же выделять. У меня присутствует внутренний тип. Внутренний тип это заполнение моих вертикальных импост. Я могу их менять на те, которые предлагает мне по умолчанию программа. Во второй части ролика будет создание своего профиля. Советую посмотреть. Ссылка на него появится у вас и вы увидите его во вкладке сообщества. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте видео. Иногда это бывает очень полезно. Так вот. Помимо внутренней границы, я могу поменять импост, чтобы вы сейчас увидели. У меня вертикальные элементы поменялись. Внешняя граница осталась такая, какая она была. Я также могу поменять и граничные значения моего импоста. Граница 1 и граница 2. Это по сути дела для вертикальной внешней и внутренней границы моего остекления. Точно так же работает и с горизонталью. Я могу расстояние менять. Предположим, я хочу сделать, чтобы у меня шаг был полтора на полтора. И сделать так схему разрезки. У наружного остекления у меня также есть возможность менять на соответствующий интервал. Таким образом можно менять схему разрезки. Давайте попробуем добавить дверь в остекление. Причем это можно сделать как и с витражом, с витриной, так же и с наружным остеклением. Я нажимая клавишу Tab в части, где у меня должна быть стеклянная панель, нахожу ее. Изменить тип. По умолчанию это стеклянная панель. Я могу поменять семейство, если вы хотите сделать его не остекление, а предположим, чтобы у меня была сплошная заливка каким-то материалом, если очень хочется. Либо поменять панель с тем же самым стеклом. Я верну назад остекление. Воспользуюсь функцией загрузить. И меня интересует стандартное семейство с дверьми. И первые три. Там где написано витрина, остекление, остекление. Это все семейства стандартные для добавления двери в ваш элемент витража. Воспользуюсь функцией, пускай меня интересует одинарная дверь в остеклении. Открыть. Здесь у меня опять же есть возможность настройки, детализации элемента для отображения, но пока я на этом зацикливаться не буду. После добавления вроде бы как ничего не произошло. Всегда. Абсолютно всегда. И это никак не влияет на вашу видеокарту. В отличие от реалистичного вида. Проверяйте уровень детализации. Сейчас он у меня на данный момент ображается средним. Я включу высокий уровень детализации. Вот моя дверь. Вы скажете, что-то она широкая. А я подсвечу схему разрезки и поменяю расстояние. Пускай она будет у меня тысячная дверь. Чтобы она еще красивее стала, я удалю порог в основании. Вы скажете, тут не хватает импоста. А я по сегменту сделаю его. Соответственно, я его не продолжал. Еще раз, как я это сделал. Архитектура. Импост. И выбрал просто сегмент линии сетки. И выбрал необходимый сегмент. При помощи данной функции можно настраивать импосты. Делать схему разрезки. И встраивать необходимые элементы в остекление. Так же, как и менять цвет панелей. Ух. Сразу же хочу сказать. Если вы хотите поменять цвет для стекла. Не забывайте, что материал стекло. Он используется во всех панельках. Поменяет цвет в одной. Поменяется везде. Нужно использовать отдельный материал. А конкретно это как? Ну, можно воспользоваться оттенком. Но я пока на этом заострять внимание не буду. Подсвечиваю панельку. Разблокирую. Изменить тип. Меня интересует материал стекло. Но здесь на самом деле у нас есть с вами много других элементов стекла. Либо я могу вбить поиск стекло. И так как у меня открыто окно библиотеки материалов. Я могу найти любую другую стеклянную панель. Она поменялась везде. Так как я поменял в панели свойств для всех системных панелей моего витража. Откачусь назад. Как нужно было сделать это правильно? Выделю панельку. Раз. Изменить тип. Копировать ее. Предположим, я назову ее цвет. Материал. Вбиваю снова в поиски стекло. Загружаю то стекло, которое мне будет необходимо. И она поменялась только для одной конкретной панели. Дальше можно копировать материалы и использовать их. Принцип взаимосвязи какой? Все панельки это единое семейство панели с витражом. Меняя одну из них поменяется везде. Поэтому я и скопировал. Материал. Меняя один поменяется везде, где использовался данный материал. Сразу же хочу сказать. Зайду в материал. У меня есть во вкладке представление возможность активации функции оттенка. И оттенок выбрать тот, который мне будет необходим. Проекта сохранять на данный момент не буду пока еще. Единственное что. Чаще всего оттенок не цепляется в самой программой. Это вы должны рассчитывать. Сейчас я выделю снова панельку. Изменить тип. Так вот. Оттенок я выбирал. Но цвет у материала на данный момент выдавался другой. Под бронзу. Поэтому мне нужно будет его редактировать собственноручно. А раз. Пускай у меня будет. Бесцветный. Ну, либо синий цвет. Давайте используем все-таки другой цвет. Нажимая клавишу Tab. Я его выделяю. Пускай у меня будет синий цвет. При визуализации скорее всего мы увидим синий. Давайте я проведу черновую визуализацию и посмотрим. Цвет задается согласно оттенку, который я задавал. Даже не синий. Поэтому не удивляйтесь в реалистичном виде. Возможно, у меня из-за моей видеокарты такие глюки. Старенькая она. Что я делаю дальше? Как встроить всю эту прелесть в стену? Я перейду на план первого этажа. Создам стенку архитектурную. Любую абсолютно. Пускай у меня будет кирпичная. Любой длины. Вот она, кирпичная стенка. Перейду на план первого этажа назад. Воспользуюсь функцией стена. Архитектурная. И выберу сначала витраж. Посмотрим. Встроим. Якобы. Появляется окно с площадью, что он не встроился. Потому что программа не видит граничных значений. Дальше что я сделаю? Нажму Escape. Построю витрину. Здесь я уже могу сказать, что сразу же все врежется. И построю наружное остекление. Опять же, ничего не врезалось. Перейду на трехмерный вид. Вот у меня врезался мой витраж. Витрину он не видит. И если я даже добавлю импосты, по умолчанию в программе он будет не отображаться. Как быть в этом случае? Можно поступить несколькими методами. Подсветить стенку, редактировать профиль. И уже здесь вырезать необходимый проем, чтобы у вас было видно остекление. Либо воспользоваться функцией. Это проем. Проем по габаритным размерам моего витража. Сейчас сделаю проем в стене. Делаю на вскидку, потому что, чтобы времени сэкономить. Дайте я сделаю его красивым. И таким образом мы можем сделать с вами проем в нашей стенке. Дальше что? С наружным остеклением то же самое. Но в чем прикол, если мы работаем с вами с витражом? Так как программа его автоматически врезает в стену, я уже сразу же по умолчанию могу подсветить импост, разблокировать его, подсветить схему разрезки, удалить ненужную схему разрезки, если она не нужна. Чтобы не морочиться с проемами. Превратить, грубо говоря, в витраж, точнее в витрину, в витраж. Удалить ненужные элементы сетки. Но в чем еще прикол? При подсветке моего остекления я могу нажать функцию редактировать профиль и сделать тот профиль, который мне необходим в моей стене. Чтобы уже в дальнейшем появляется окно удаления лишних элементов, удаляю их. Чтобы уже в дальнейшем сделать схему разрезки ту, которая мне необходима. А давайте еще ее наклоним 45, чтобы сделать сложный элемент схемы разрезки витража. Если очень хочется. В следующем видео мы с вами создадим сами профили витража и более подробно поговорим про профили и импосты в остеклении. Но я надеюсь, что хронология действий вам более-менее ясна. Соответственно, если нужно быстро что-то врезать в стену в элементе стекла, проще всего воспользоваться функцией витрина и работать с ней. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо и скоро увидимся. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok